Приветствую вас и, в общем смысле, сублимация это реализация энергии изначально другого рода. Ну, например, в классическом психоанализе Сигмунд Фрейд называл творчество сублимацией сексуальной энергии. То есть, не реализована сексуальная энергия, а именно не реализована, трансформируется в стремлении к творчеству, к стремлению к какой-то деятельности и так далее. А сублимацией можно назвать карьерный рост человека, карьеризм на фоне неуспешности, неудачности других отношений. Человеку хочется быть, допустим, желанным партнером в личных отношениях, но он сделать этого не может в силу того, что у него не получается. И энергию, которая у него нацелена на это, реализуется на что-то другое, например, на карьеру. И из-за этого человек в два раза более упорен в том, чтобы добиться определенного карьерного роста. Сублимация – это переориентирование свободной энергии, изначально имеющей четкую направленность на то, что человек может реализовать, на то, что человеку более доступно. По сути дела, сублимирование проявляется там, где человек наиболее категоричен, где человек наиболее активен, где человек наиболее упорен, где человек наиболее целеустремлен. Потому что, опять-таки, исходя из психоанализа, любое подобное проявление есть следствие нереализованной энергии. Так это или нет, спорить можно долго, но сублимация называется именно это. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.